Один миллион гектаров леса Ивановской области под неусыпный ежедневный контроль. Такую задачу поставил губернатор перед профильным комитетом. На заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в центре внимания лес. Ущерб от действий черных лесорубов в прошлом году составил более 19 миллионов рублей. Уже и в году наступившему удалось пресечь незаконную деятельность дровосеков. Газпром газораспределения попросил разрешение на вырубку леса для межпоселкового газопровода. Предоставленные документы профильный комитет не удовлетворили. В работах отказали. Вчера поступил звонок от граждан, что происходит рубка в Вичугском районе. Мы совместно с сотрудниками полиции объединились, посмотрели по эгоису, что в декларации не занесена. Вчера выехали на место, задержали субподрядчиков этой организации, даже тот же «Газпром» не знал, что у них уже начали рубить. Вчера выявили факт незаконной рубки. То есть вот все при помощи этой системы делается. Докладчик имеет в виду систему ЕГАИС. Заработала она с января прошлого года. Это система учета древесины и сделок с ней. Доступ к информации имеют правоохранительные органы и профильные ведомства. Так, например, сотрудники ГИБДД успешно используют ЕГАИС в своей работе. Восстановив на дороге машину с древесиной, документы водителя можно сверить с базой и определить, законен его груз или нет. С этой точки зрения надо сориентировать ГИБДД по их маршрутам перевозки и прочее. А ГИБДД я прошу тоже сориентировать, установить план проверок ежедневный. Потому что у СОНГ, если машин тысяча, а мы проверяем 10, то результат понятный, он нулевой фактически. Да, если у СОНГ машин 100 мы проверяем 70, это более-менее нам гарантирует ситуацию. В Ивановской области 10 лесничеств. Надзор в них осуществляют 180 инспекторов. Существенно упростили бы их работу беспилотники. Но их у комитета по лесному хозяйству нет. Приходится просить у МЧС. Нет и систем видеомониторинга в лесах. Они бы тоже пригодились. Если у нас будут, да, системы видеомониторинга, на которые мы тоже в очередной раз просим денег, на 10 камер, и беспилотники, то мы, конечно, накроем всю область еще системы видеонаблюдения, как воздушной, так и так называемой наземной. Виктор, давайте мы с депутатами переговорите. Суммы в сравнении мизерные. Потому что современный хороший беспилотник 100 тысяч рублей стоит. На миллион можно десяток купить. Будем очень рады, если нам выделят. Вы не рады. Вы требуете давно эти вещи. Вы за эти вещи отвечаете. А пока своих беспилотников нет, заимствовать их лесникам придется у МЧС. У Академии и Главного управления 16 летательных аппаратов. Губернатор поручил комитету составить график облета. Елена Белова, Андрей Семилонков, РТВ Иваново. Какую, так сказать, площадь охвата.